Со 2 по 6 июня в Хабаровске прошел зональный тур 10-й летней спартакиады нефтяной компании «Роснефть». Соревновались представители семи предприятий со всего Дальнего Востока, в том числе и 34 спортсмена общества «Роснефть-Сахалинмурнефтегаз». Подготовку они начали задолго до начала соревнований. В составе команды есть спортсмены с Ахинской ТЭЦ, есть спортсмены с механического завода, спортсмены с управления технологического транспорта, спортсмены с энергонефть. В период подготовки к спартакиаде есть также внутренняя спартакиада нефтяников, которая проходит в течение всего года в рамках спартакиады нефтяников, где принимают участие до 12-13 коллективов. Мы закрываем 12 видов спорта. Собираются коллективы структурных подразделений и серверсных предприятий нефтяной компании «Роснефть», и раз в месяц по тому или иному виду спорта мы проводим турниры, соревнования и состязания. На первом этапе шла борьба за возможность показать свои силы в финале спартакиады. Команде предстояло состязаться в 10 видах спорта. Легкая атлетика в двух эстафетах, мини-футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, гиревой спорт, перетягивание каната и новый вид спорта, бег на дистанцию 500 метров для женщин и 1000 для мужчин. Данный вид спорта был опробован ранее, и в этом году он уже включен в программу соревнований. Совершенно неплохо мы в этом виде выступаем. Есть погрешности, то есть выявлены проблемы, намечены пути их разрешения. Я думаю, что результат в этом виде мы обязательно улучшим. В Хабаровске спортсменам создали хорошие условия для проживания, разместили в удобной гостинице и вкусно кормили. Подготовка спортивных площадок и стадионов также была на высоком уровне. Стадионы неплохие, даже после прошлогодной стихии, которая была в Хабаровском крае, в Амурской области, то есть явных следов не замечено. То есть где-то остались брустверы, бордюры, насыпи, которые препятствовали распространению воды. Но так, чтобы увидеть последствия, нет, не увидели. Залы в хорошем исполнении, стадионы в хорошем исполнении, довольно неплохая программа открытия и закрытия, торжественное мероприятие, посвященное закрытию первого тура. Все прошло на неплохом уровне. В зональных соревнованиях в Хабаровске участие принимали Общество Восточная нефтехиническая компания, Комсомольский нефтеперерабатывающий завод, Находка нефтепродукт, Сахалинморнефтегаз, Сахалиннепиморнефть, Шельф Дальний Восток и Востокнефтепродукт. Команда Общества Роснефт Сахалинморнефтегаз на соревнованиях показала хороший результат. И по итогам всех видах спартакиады команда заняла третье место, которое определялось практически по последнему виду спорта. Соревнования «Бег 500» и «Тысяча» проходили в последний день перед закрытием соревнований. И все обстоятельства сложились так, что был выявлен явный фаворит Восточная нефтехимическая компания. И две команды, которые Комсомольский нефтеперерабатывающий завод, и команда Сахалинморнефтегаз, которые спаривали борьбу за второе место. И не хватило нам всего лишь, на пьедестале всего лишь одного места. Ошибки учтены, слабые места определены. К будущим соревнованиям все недочеты будут устранены. Усилятся тренировки для улучшения дальнейших результатов. Сахалин по спортивному уровню надо быть откровенным на порядок ниже. Ахинская спортивная инфраструктура хотелось бы, конечно, чтобы выглядела намного лучше с тем же залом, с тем же футбольными полями, с беговыми дорожками. Возможно, в ближайшее время все это более или менее будет поправлено, на что мы надеемся. Людям будет есть где заниматься. Занятия спортом – это всегда плюсовой результат. К сожалению, третье место, хоть и призовое, но не является путевкой на финальный тур спартакеады нефтяной компании «Роснефть». Это первый раз, когда сборная «Сахалин-Морнефтегаз» не смогла завоевать путевку в финальную часть турнира нефтяной компании «Роснефть». Еще раз повторюсь, будут сделаны выводы, будут учтены ошибки, будут предприняты шаги, попытки и собраны все недостающие моменты этого пазла под названием попадание в финальную часть турнира спартакеады нефтяной компании «Роснефть», но уже только в следующем году. Конечно, всегда спортсмены стремятся к победе, но проигрыш – это неотъемлемая часть спортивной жизни. Наверное, иногда следует испытать горечь поражений, что в дальнейшем в полной мере насладится вкусом победы.